Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвету, склоны поезды. Узов принят, уезжаем. За минувшие сутки в городе зарегистрировано 8 аварий, в них пострадали 7 человек. Первый снег стал причиной многих ДТП. Так, в 4 часа дня авария произошла на пятом километре трассы Шимкент-Ташкент. Здесь столкнулись автомашины Toyota Camry и Opel Vectra. Автомашины двигались во встречных направлениях Toyota Camry в сторону Ташкента, а Opel подъезжал к городу. Столкновение произошло в центре дороги, когда одну из машин занесло на встречную полосу движения. В результате лобового столкновения обе автомашины оказались искореженными. Для того, чтобы извлечь пассажирку Vectra, сидевшего впереди, пришлось привлекать спасателей. Ее ноги оказались зажатыми под передней панелью. Уже через несколько минут на место ДТП приехали врачи скорой медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавшего в больнице. Сейчас подробности этого дорожно-транспортного происшествия выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. А вечером примерно в 6 часов спасатели вызвали на помощь в одной из пятиэтажек, расположенную на улице Кабанбай-Батыра. Звонившая жительница города сообщила, что ухаживает за 75-летней женщиной, страдающей сахарным диабетом. И в очередной раз пришла к ней домой, чтобы провести медицинские процедуры. Но вот уже в течение трех часов хозяйка квартиры не отзывается на стук в дверь и телефонные звонки. Оперативники спасотряда приняли решение взломать замок железной двери, чтобы войти в дом. В течение 15 минут спасатели дверь вскрыли и попали в квартиру. Как оказалось, у женщины начинался криз, и она упала в обморок на кухне. Встать самостоятельно не смогла, но помощь спасателей подоспела вовремя. Женщину специалисты департамента перенесли в комнату и уложили ее на диван. Затем вызвали бригаду врачей, которые оказали пострадавшей медицинскую помощь. Сейчас жизнь женщины вне опасности. Сверху надо что-нибудь на закрытии. А сколько его лежит? Изо 6. А поздно вечером еще один тревожный вызов на пульт спасателей поступил с проспекта республики. Звонившая женщина также сообщила, что не может попасть в квартиру, где находится ее 43-летний родственник, который не отвечает на звонки уже трое суток. Прибывшие по вызову спасатели вскрыли дверь квартиры при помощи слесарных инструментов. Заходите. Заходите. Сюда заходите. Он голодный. Он отмокрой. Жмой? Не знаю. Сейчас он голодный. Свет есть? Хозяина квартиры спасатели обнаружили лежачим в постели. Признаков жизни мужчина не подавал, а на теле явно виднелись признаки трупного окоченения, что свидетельствовало о том, что смерть наступила несколько дней назад. Сейчас причины смерти мужчины выясняют полицейские Абайского РОВД. Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом совместно с полицейскими Ардабасинского РОВД на одной из улиц поселка Шубарсу задержали 39-летнего жителя района по подозрению в сбыте наркотиков. При обыске задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли у него несколько газетных свертков с наркотическим веществом растительного происхождения, похожим на марихуану, и деньги в сумме 1 тысяча тенге. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, общий вес изъятого наркотического вещества составил свыше 30 грамм марихуаны. Полицейские установили, что мужчина приобрел наркотики за 5 тысяч тенге у своего знакомого, проживающего в том же поселке. Понятые, пожалуйста, посмотрите. В левом кармане у подозреваемого лежат бумажные свертки с веществом зеленого цвета, похожим на марихуану. Это вещество изымается и опечатывается для дальнейших следственных действий. В тот же день оперативники задержали продавца наркотиков 1976 года рождения, жителя Ордобасинского района, у которого полицейские обнаружили при себе в карманах верхней одежды и изъяли два газетных сверта с марихуаной и деньги в сумме 5 тысяч тенге. Далее, в ходе проведения обыска в доме подозреваемого, полицейские обнаружили в разных частях жилища и изъяли еще 23 газетных сверта, твердка темно-зеленого цвета со специфическим запахом, похожим на наркотики. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятое наркотическое вещество является марихуаной общим весом свыше 200 грамм. По данным фактам, возбуждено уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение наркотических средств. Сейчас подозреваемые заключены в изолятор временного содержания. Они также проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведется следствие.